Приветствую вас, давайте сразу определимся с вами, что обсуждать другого человека, не вас, а другого человека, несколько непродуктивно. Потому что мы не знаем его, мы не знаем его мотивов, мы не знаем его позиции, мы не знаем его жизни, не знаем его опыта, не знаем его детства, не знаем его психологического портрета. Понимаете, говорить о том, почему ваш молодой человек ведет себя так, можно лишь на уровне догадок. Я не считаю, что психологи могут гадать. Я не считаю, что психологи имеют право гадать. Вот если бы я с вами общался, и мы бы с вами обсуждали молодого человека, тогда бы можно было бы к чему-то прийти. То есть я бы высказал предположение, вы бы дали бы какую-то обратную связь, сказали бы, либо да, либо нет. То есть тут была бы какая-то работа, да, какой-то анализ. То есть здесь вы просто приводите факты, которые являются вашим субъективным восприятием. Потому что, ну, по факту получается так, что мужчина просто лежит, да, вы его обнимаете, а он лежит и ничего не делает. То есть просто не обнимает ничего, да. Вот. Вот. То есть это уже и означает, что здесь, ну, явно что-то не так. Далее. Значит, говорит, иди займись делом. Какая интонация была? То есть, что было в его интонации? Вот. Вот вы говорите, что такое частенько бывает, все прекрасно, а потом ему такое вот заходит. То есть у человека, возможно, перепады настроения, но, на мой взгляд, у человека просто низкий эмоциональный интеллект, а. А, б, человек не может выращать свои эмоции, правильно, прямо, а, в, он боится показать свои эмоции, боится, боится быть зависимым от, ну, например, вас, и, г, он получает какую-то выгоду. От того, что происходит. То есть ему эта ситуация нужна. Вполне возможно, что есть какой-то негатив у него постоянный, который на него влияет. И влияет достаточно сильно. Этот негатив человек не может слить прямо. Ну, в силу ряда причин. И... Он ищет повод для того, чтобы это сделал. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ она есть там, и вы лучше поймёте своего молодого человека. Вот. Это пока то, что я могу сказать про него. Для более полной информации, для более полного ответа мне нужно его телосложение, его, например, структура рук, то есть длинные и тонкие у него пальцы или нет, его, значит, фигура, его любимые занятия, вот. Мне нужны вот эти вот вещи, чтобы более подробно вам сказать, что стоит за его такой реакцией. Но однозначно у мужчины стоит запрет на эмоциональную и интимную близость с вами и, возможно, с другими людьми. То есть человек сам того не ведет, следует сценарию, по которому он должен оставаться один и быть несчастным. Я не думаю, что мужчина пытается свести вас с ума, потому что для этого вам требуется более такое изощренное поведение, более тонкое поведение. Мужчина действует слишком грубо, поэтому я думаю, что он не хочет сводить вас с ума. Но вот то, что вы подозреваете его в этом, говорит о том, что вы не привыкли доверять своей интуиции, вы не привыкли доверять своим чувствам, вы не привыкли принимать свои чувства и прислушиваться к ним, действовать в расчете на них, из расчета на них. Смотрите, вы говорите, что это вообще, да? Ну, я ответил, что это вообще, да? Я просто в шоке. Вот это состояние, состояние шока, оно на самом деле очень выгодное, оно на самом деле очень интересное, потому что в состоянии шока человек может быть беспомощным, человек может не нести ответственности никакой, например, за себя, допустим. Состояние шока человек может легко, легко отказаться, выполнять какие-либо свои обязанности, свои элементы ответственности не будет принимать. Понимаете? То есть, иными словами, если у вас есть вот это вот самое состояние шока, да? то его желательно разобрать. То есть, вы в шоке от чего? Вот именно вы конкретно. То есть, мужчина просто, ну вот он действует так, как он хочет действовать, да? Он действует так, как, ну как может. А это как минимум его выбор. И если это происходит не первый раз, если это происходит периодически, то от чего вы в шоке? Вы ожидаете, что это изменится? Вы ожидаете, что будет какое-то другое поведение с его стороны? Или что? От чего вы в шоке? Именно вы конкретно. Далее. Значит так. Зачем он это делает? Здесь важно не то, зачем он это делает. А важно, зачем вы терпите такое его поведение. Понятно, что мужчина находится на властье определенных проблем. Ну, своих. И понятно, что он не изменится. А вот вы такое впечатление ждете, что он изменится. Ждете, что он поменяется. Ждете, что он станет другим. Не станет. Просто так другим не станет. И ваше состояние шока, просто иными словами, состояние беспомощности, состояние обиды, состояние какой-то такой, может быть, потерянности, абстракции, если угодно. Вот это ваше состояние, оно, на мой взгляд, является средством к тому, чтобы именно вы получили для себя то, что вы хотите. Я не знаю, какую выгоду вы получаете от этого состояния. Может быть, вы хотите обидеться, может быть, вы хотите больше погрузиться в свои чувства, потому что вы им не доверяете, и у вас явно нехватка их идет. С этим нужно разбираться. Значит, что делать? Спрашиваете вы. А делать здесь можно, на самом деле, немного. Значит, мужчине нужно говорить, что вы не собираетесь терпеть подобное поведение и отношение к себе. Мужчине нужно сказать, что если еще раз такое повторится, то вы уйдете от него. И если это повторится, то действительно уходите. Реально, берите и уходите. Как понять? Понять, что? Не совсем вопрос, я здесь. Как понять, что или кого? Непонятно. Как мне вести себя в такой ситуации? Первое и самое главное, что нужно сделать, это перестать воспринимать все на свой счет. Это, пожалуй, первое и главное. Потому что, эээ, именно восприятие на свой счет того, что происходит, делает вас такой уязвимой. То есть, нужно, эээ, исходить из того, что мужчина, ээ, все, что делает, да, все, что делает, все, что, вот, имеет место быть. А мужчина, он говорит сам с собой. Условно. И разговор ведет. Он так же сам с собой. Понимаете? То есть, вы здесь абсолютно ни при чем. Именно вы. А человек просто ведет диалог, ээ, давнишний диалог, старый диалог, именно с собой. Вы просто средство для него. Вы просто объект, приложение, которое мужчина использует для реализации вот этого самого диалога своего. И все. Это первое. Второе. Второе. Значит, второй важный момент заключается в том, чтобы вы отследили вот ваши чувства, да, которые вы испытываете. Ну, я имею ввиду негативные. Чем они продиктованы? Чем они вызваны? Понимаете ли вы, что дело в вас? Не в мужчине, а в вас, то это вы испытываете подобные чувства. Понимаете? То есть, вы не мужчина их вызывает, да, а именно вы испытываете их по причине того, что в вас, внутри есть что-то, что делает эти переживания, эти эмоции, реальность. Грубо говоря, вас это задевает, и вот то, по какой причине вас это задевает, является уже зоной вашей ответственности. Молодой человек просто раскрывает эту проблему. Это так. Он раскрывает, да. Но, тем не менее, эмоции ваши. Поэтому вести себя нужно, исходя из того, что это за эмоции, чем они вызваны. И вести себя нужно, исходя из того, разобрались ли вы с ними, откуда они, какова их природа или нет. То есть, вести себя нужно в этом контексте более сознательно, отделяя себя от другого человека, да? Вот. То есть, грубо говоря, грубо говоря, следуя и защищая свои личные границы. А если честно, как бы неясным остается вопрос, почему вы все вот это вот терпите, да? То есть, почему вы до сих пор не ушли от мужчины? Почему вы, ну, позволяете ему так вести себя с вами? То есть, ну, вас же, наверное, что-то держит. То есть, как-то вы к нему эмоционально привязаны, я полагаю. И вот эта привязанность тоже нуждается в проработке, потому что должен быть достаточно серьезный мотив, чтобы терпеть подобное поведение от человека. То есть, либо у вас страх какой-то, например, остаться одной или там еще что-то, вот. Либо имеются какие-то другие моменты, вот, о которых я, к сожалению, ну, сейчас не знаю. Потому что вы об этом ничего не написали, вот. В целом, в целом, мне видится несколько деструктивная позиция, когда вы пытаетесь понять другого человека, пытаетесь понять именно его, а не себя. в этой ситуации в любой ситуации понять следует именно себя в первую очередь. Почему я оказался или оказалась в этой ситуации? Почему я позволяю себе страдать? Тем более, если это отношения, ну, как бы такие, да, отношения именно личные, то есть интимные, то есть там, где вы по-хорошему должны получать удовольствие, да, и быть счастливой. А вы же несчастные, вы же несчастные. И вот есть причины, по которым вы, ну, грубо говоря, миритесь с этим, терпите, миритесь с этим и так далее. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.